Привет, меня зовут Николай, я один из создателей проекта «Читай быстро», в рамках которого мы стараемся понять, что же такое быстрое и осознанное чтение. Иногда мне в руки попадаются книги, которые оставляют неизгладимый след и впечатлениями, с которыми хочется поделиться как можно с большим количеством людей, то есть со всеми вами. Так и родился этот формат «10 фактов, 3 задачи из интересной книги». Сегодня не будет 10 фактов, не будет 3 задач и не будет интересной книги. А будет топ-16 лучших книг о воспитании детей. И в конце всех, кто доживет до последнего слайда, ждет секретный способ прочитать их все за 50 минут. Нас очень давно просили о таком формате, чтобы сделать небольшую подборку и на этом закончить. Мы решили, что начать следует с детей, не давать факты, не давать задачи, а просто перечислить основные книги, которые кажутся нам достаточно полезными. И потом нам в голову пришел еще такой один момент о том, что на 16 книг возможно придется потратить недостаточное количество времени, и поэтому нужно придумать, как сделать так, чтобы вы прочитали их как можно быстрее. Те, кто смотрит не первый выпуск, знают, что обычно в рамках 10 фактов, 3 задач я пью какое-нибудь хорошее вино, но поскольку сегодня речь пойдет о детях, то пусть это будет крепкий кофе и немножечко терпения. История о том, что должно быть сначала в воспитании. Книга про воспитание ребенка или сам ребенок, она стара как мир, как вопрос про курицу-яйцо. И если вы задумались над тем, что пора бы озаботиться теоретической базой по воспитанию, перед тем, как начинать прививать своему отпрыску разумное, доброе, вечное, так как его видите вы через призму своего воспитания или каких-то ценностей, то поздравляю, мне кажется, вы на верном пути, потому что там даже 2 или 3 книги, а уж тем более топ-16, смогут дать вам гораздо больше, чем ваш собственный житейский опыт. Однако тут есть один очень важный момент, на который нужно обращать внимание, вернее этих моментов два. Вот на примере книги, которая вошла в эти топ-16 после трех уже поздно, мне стало понятно, что здесь даже чуть сильнее, чем в нон-фикшн-литературе, действует принцип постоянного разжевывания. То есть вот в книге «После трех уже поздно» на самом деле есть всего там 5-6 основных тезисов, которые нужно попробовать внедрить в процессе воспитания ребенка, но они мусолятся со страницы на страницу в разных ипостасиях с разными примерами, вот подаются и подаются, и это тратит очень много времени. То есть для того, чтобы получить какие-то 4-5 важных мыслей, вы должны потратить пару вечеров, чтобы прочитать всю эту книгу целиком. И второй очень важный момент – вся информация, которая попадается вам под руку из этих книг, она должна, как мне кажется, пропускаться сквозь призму сомнения. Именно так будет реализован древний принцип «не навреди». Ну и адаптация, конечно, тоже. Любые советы, кем бы они и когда бы они не были написаны, должны адаптироваться в вашем сознании под текущую ситуацию, под ваши задачи, под специфику темперамента вашего ребенка и сложности, и все вот эти вот нюансы. Ну и только после этого можно воплощать в жизнь. Ну и, конечно, критическое мышление. Китайцы, которые говорят, что сомневайся во всем, и только так ты найдешь истину. А вот список идей, откуда черпать эту истину. Мы, честно, изначально это было где-то топ-25, потом мы топ-20 и убрали все лишнее, оставили топ-16 книг, которые очень быстро с вами сейчас проговорим, чтобы вы могли отправляться читать их. Юлия Гиппенрейтер. «Самая важная книга для родителей». Ну, надо же сказать, что это не одна книга, это тут сразу, если вот присмотреться даже к обложке, видно, что это три книги в одном томе. Она содержит, это как бы такая, условно, хористоматия, самые важные тезисы из других произведений автора, поможет разобраться в природе конфликтов с детьми, содержит очень много практических советов по воспитанию. И, кстати, вот здесь очень хорошо описывается то, почему те методы, которыми воспитывали нас в детстве, сейчас больше не работают и нашим детям не подходят. Михаил Литвак, психолог, он там кандидат медицинских наук, член-корреспондент Национальной академии наук. Пять методов воспитания детей. Я бы сказал, что это больше такой психологический трактат о том, как правильно строить фундамент, как подойти к вопросам воспитания глобальным. И его сила в том, что он разбит на определенные периоды. То есть тут есть история про психологию малышей, есть история про психологию подготовки к школе, младшие классы и так дальше. Ну, как любой психолог, я вам могу сказать, что, в общем-то, все эти пять методов воспитания детей, они укладываются в один постулат пропаганда любви. То есть вы должны в первую очередь полюбить своего ребенка, а все остальное приложится. Ричард Темплар «Правила родителей». Около ста разнообразных полезных советов по воспитанию, которые могут решить любую повседневную ситуацию, преодолеть трудности с детьми. Такая направленная больше на рутину и текущие проблемки небольшие, которые вы сможете на них не заострять свое внимание, достаточно быстро пройти. Анна Грейс, «Как обнять кактус». Книга для родителей, которые хотят понять своих подростков. Это про первые кризисы, про переходный возраст, про то, чего боимся мы все, молодые родители, родители постарше. Вся книга, в общем-то, сосредоточена вокруг того, чтобы правильно пережить переходный возраст, в период которого можно очень сильно наломать дров, и это если по легкому сценарию пойдет, а если по-сложному, то и поломать вообще жизнь молодому человеку. Ну, в общем-то, тут про контроль, про воспитание и про то, как не наделать ошибок. Большая книга про вас и вашего ребенка, Людмила Петрановская. Это двухтомник, там две книги в одном. Одна книга «Тайная опора», привязанная к жизни ребенка, вторая «Если с ребенком трудно». Он подойдет тем, у кого достаточно конфликтные дети или гиперактивные дети, вокруг которых большое количество нестандартных ситуаций. Это будет неплохая книга для того, чтобы в них разобраться. Светлана Ройс «Практическое ребенковедение». Это практические принципы прогрессивного воспитания детей. Прочитав книгу, узнаете, как заглядывать вглубь поведения своего ребенка, как не переступить вот эту вот грань манипулирования, которую мы очень часто все применяем, если то. И книга хороша тем, что она помогает не только вот очень четко выстроить свои отношения с ребенком, но она помогает разобраться в собственном внутреннем мышлении. «Чалва Аманашвили. Как любить детей». Философский труд, очень похожий на Литвака, про воспитание, про любовь, про уважение, заботу. В общем-то, все то, что нужно сделать, чтобы дети росли в благоприятной среде, были любимыми и, знаете, по-хорошему ничего или никого не боялись. Одна из моих первых книг, после того, как я осознал, что пора бы и мне уже заняться, вернее, да, заняться самообразованием в нише воспитания детей, это Масару Ибука «После трех уже поздно». Это очень, кстати, крутой автор, он, кроме того, что написал эту книгу, он еще и практикующий бизнесмен, владелец корпорации Sony и вообще очень успешный чувак, который, кроме всего прочего, обратил внимание, что, в общем-то, все поведенческие модели, паттерны и какие-то навыки, они в основании своем закладываются до трех лет, и нужно по максимуму использовать этот возраст. И вот очень, кстати, один из таких хороших примеров, про которые я говорил по поводу того, что мусолится одна и та же мысль, генеральная мысль этой книги вообще вынесена на обложку в название. В ходе книги еще там 5-6 дополнительных каких-то тезисов, которые касаются именно поглощения ребенком информации в этот период. Но они как бы тоже иллюстрируют основное, что после трех уже поздно. Если бы у меня, например, был смарт-конспект, который позволил мне сэкономить пару вечеров на этой книге, я был бы в тот момент счастлив. Януш Корчак. Ну, тем не менее, книга очень-очень хорошая. Януш Корчак «Как любить ребенка». Психолог, педагогическое образование. Тут на этом слайде будет много таких. Методика Корчака основана на уважении к ребенку и его личности. То есть никаких сюси-пуси вот этих вот знаменитых бабушкинских. С самого первого дня вы общаетесь с ребенком как со взрослым человеком. Учите вниманию, заботе, любви, но при этом воспитываете личность с первого дня. Ольга Маховская «100 ошибок воспитания, которых легко избежать». Рассматривает Ольга в этой книге самые распространенные ошибки воспитания, описывает их природу, учит предотвращать и исправлять. Очень в легкой форме перемежевываются вот эти вот ошибки и их описание со случаями из жизни, с забавными иллюстрациями, с практическими какими-то приемами. Очень легко и быстро читается книга. Ну, Мария Монте-Сори, не знаю, человека, у которого был маленький ребенок от годика до шести, который не слышал бы буквосочетания Мария Монте-Сори. Книга «Мой метод». Вся суть, наверняка, если кто не знает из вас, вот скажу, что методика Монте-Сори, она пошла далеко за пределы самой книги, применяется активно в воспитании детей, в различных курсах подготовительных, в школах раннего развития. Все, что вам нужно знать, это принцип активного познания окружающего мира. То есть Монте-Сори говорит, что дети индивидуально лучше в группах разновозрастных могут вполне себе самостоятельно, вам нужно будет только периодически их направлять, вполне себе самостоятельно познавать мир через активное с ним взаимодействие. И, в общем-то, вот и все. Заряна и Нина Некрасовы «Перестаньте детей воспитывать, помогите им расти». Очень, кстати, крутое название, которое можно сделать татуировкой себе на каждый день. Мы очень любим воспитывать детей, я вот по собственному опыту это заметил, заметил по тем людям с маленькими детьми, которые меня окружают. Воспитывать любим, помогать не очень любим. И в этой книге, кстати, очень круто рассказывается про то, что сейчас очень многие родители зацикливаются на правильном воспитании настолько, что хотят получить мгновенные результаты, и когда их не видят, сразу же устают от этого процесса и бросают себя на самотек. И, таким образом, вот это вот правильное воспитание с желанием получить мгновенный результат – это еще большее зло, чем вообще отсутствие всякого воспитания. В общем, Заряна и Нина говорят, что просто подружитесь с ребенком, раскройте его внутренний мир, и все будет хорошо. Так, и последний блок из четырех книжек, завершающий. Топ-16. Галина Момотт. В три все только начинается, как вырастите ребенка умным и счастливым. Вы понимаете, да, кому как бы Галина передает привет человеку, который говорил, что после трех уже поздно. Она говорит, нет, Масару, ты прости, пожалуйста, но в три все только начинается. Она говорит, что воспитание должно проходить в более позднем этапе. И только так можно открыть такие понятия, как понимание, уважение, самооценка. До трех лет не имеет этого никакого смысла. То есть до трех лет вы формируете какие-то навыки поведенческие и базовые знания. А вот то, что воспитывает из-за ребенка настоящего человека или личность, уважение, самооценка, любовь, это будет после трех лет, считает Галина Момотт. Но раньше, типа, не стоит. А он фром, азбука родителей. И это, наверное, еще наши родители учились по трактатам воспитания этого психолога. Гуманное направление присущее всей этой европейской культуре. Очень много полезных советов на каждый день. В качестве помощника поиска взаимопонимания с ребенком – это прям идеальная история. Если у вас гиперактивный ребенок, или он очень веселый, или не хочет спать, или постоянно кидается кашей – Найджел Латта, прежде чем ваш ребенок сведет вас с ума. Он мало того, что Латта – практикующий психолог, он еще и отец двоих детей. Я вот считаю, что человек, у которого меньше двух детей, вообще не имеет права писать книги про воспитание. Значит, тут про взаимопонимание, тут про самые частые, распространенные и опасные ошибки в воспитании ребенка, которые могут привести вот к такому результату, который изображен на обложке. Дети на косах мамы катаются, и при этом мальчик что-то несчастлив, по-моему. Памела Друкерман – «Французские дети не плюются едой». Очень большая книга, занимает достаточно много времени для прочтения, но кому не хочется прочитать «Секреты воспитания из Парижа». Я для себя сделал такой вывод. Вот если перед вами стоит задача воспитания не просто гармоничной личности, но человека, который отвечает каким-то моральным устоям, правилам, нормам, воспитания такого человека, которого раньше назвали бы светским, то вот Друкерман – это именно то, что вам надо. Несмотря на то, что французы достаточно темпераментные, эмоциональные, они вот научились вкладывать в воспитание детей те крупицы выдержанности и спокойного отношения к окружающей действительности. Поэтому каждому, кто хочет, чтобы его ребенок был счастливым, я рекомендую к прочтению эту книгу. Так вот быстренько достаточно мы пробежали основные 16 книг о воспитании детей, каждую из которых вы можете хоть сейчас пойти заказать в каком-нибудь из интернет-магазинов, а можете обратить внимание на смарт-конспект. Топ-16 книг о воспитании детей. Мы в «Читай быстро» прекрасно отдаем себе отчет, сколько свободного времени у молодых родителей. Особенно его много, в кавычках, если ваше чадо вот только-только появилось на свет, и у него сейчас вроде бы должны закончиться колики, но вы почему-то заметили, что уже режутся зубки, вы научились спать стоя, жить в тумане, и, в общем-то, свободного времени хватает исключительно на туман и спанье стоя. Чуть меньше, чем времени у молодых родителей только денег. Они нужны практически на все, на памперсы, на прикормки, на игрушки, на прививки, капли, таблетки, куча какой-то одежды, постоянной кашки, конструкторы и так дальше. И вот почему-то этот момент накатывает острое желание сверить свое ощущение и получить ответы на основные вопросы относительно того, правильно ли я воспитываю своего ребенка. К сожалению, никто в школе никогда нас не учил тому, как правильно воспитывать детей. Мы можем опираться на свои собственные меру устройства какое-то и понятие о правильности воспитания. Мы можем подпустить к ребенку бабушек, дедушек, в особо продвинутых случаях мы можем отвезти ребенка к условному детскому психологу или в школу раннего развития или на какие-то кружки, где, в общем-то, его будут тоже воспитывать. Но поскольку абсолютное большинство времени с ребенком проводите именно вы, отсутствие информации о воспитании, какие-то пробелы в этой всей истории, они чреваты очень плохими последствиями. И вот где взять времени и денег, чтобы разом получить информацию из самых популярных книг о воспитании детей? До сегодняшнего дня очевидного ответа не было. Надо просто брать и читать книги. А теперь он есть. Это смарт-конспект топ-16 книг о воспитании детей. Значит, мы внимательно прочитали все 16 книг. От корки до корки подчеркнули самое главное. Потом с помощью букнота, о котором вы наверняка все уже знаете, это блокнот для осознанного чтения, мы отсеяли все лишнее и сгруппировали все, что можно было сгруппировать в рамках как раз вот этих 10 полезных фактов. А потом из 10 фактов в каждой книге мы сформулировали по 3 задачи. Это то, что вы должны обязательно попробовать внедрить в своей жизни. То, что формирует практическую ценность книги. И не просто, знаете ли, пробежать глазами основные факты и забыть, а начать что-то внедрять в процессе воспитания, начать меняться, следовать правилам, которые предложила вам конкретная книга. Может быть, получится не сразу или не получится вовсе. Но благодаря вот этому самому смарт-конспекту вы получаете за условные 50 минут, если вы достаточно бегло читаете, основные знания, на прочтение которых у вас ушел бы, ну, может быть, год, чтобы 16 книг прочитать. Может быть, полгода, если вы отложите все домашние дела и самого ребенка отставите в сторону, вот за полгода, может быть, справитесь. Ну, вот, собственно, и все. Ссылка на этот смарт-конспект сразу под этим видео, как обычно на YouTube происходит. Значит, там будет ссылка еще на пост, содержащий топ-16 этих книг о воспитании детей. Мы сделали как? Мы сделали по одному маленькому смарт-конспекту, который можно попробовать, посмотреть, как он выглядит, чего там находится внутри, отдельно на каждую книгу. И потом сделали один общий на все топ-16 книг. Он, к сожалению или к счастью, не бесплатный. Значит, для того, чтобы иметь возможность выпускать вот такие смарт-конспекты дальше, мы установили для вот этого текущего стоимость в 10 долларов. При реально минимальной оценке, которая может только быть, где-то примерно 25-30 баксов. Но чем мы руководствовались в этот момент? Во-первых, эта сумма найдется практически у любого молодого родителя. Важно понимать, что знания, подаренные бесплатно, скорее всего, не будут никогда так цениться, как те, за которые вы заплатили реальные деньги. Во-вторых, сумма в 10 долларов – это, ну, один или два раза попить кофе в Starbucks. А на другой чаше весов за эти деньги аккумулированные знания из 16 книг, которые позволят вам свериться в правильном ли направлении. Вы выстраиваете воспитание ребенка, узнать много нового интересного и получить в общей сложности практически под 50 задач, которые нужно будет внедрить в жизни, применить на практике и посмотреть, как изменится после этого ваше отношение к ребенку. И самое главное, как после этого изменится мироощущение вашего отпрыска и станет ли он при этом счастливым. Ну и в-третьих, почему мы поставили такую стоимость. Ну вот одна только первая книга из списка топ-16, она стоит порядка 13 долларов. Это значит, что на весь список вы бы потратили где-то около 210-220 долларов. Получить топ-16 книг о воспитании и сэкономить при этом 200 долларов, мне кажется, это достаточно неплохая сделка, поэтому вы можете посмотреть отдельные смарт-конспекты по какой-то книге из этих 16, которая вас заинтересовала. Если они вам понравятся, то тогда принимать решение о том, чтобы приобрести себе топ-конспект, топ-16 книг о воспитании детей. Ссылка и на пост, в котором все эти 16 книг, и на сам смарт-конспект будет сразу под этим видео. Такой вот необычный сегодня у нас был выпуск. Со следующей недели мы снова вернемся к привычному формату «Одна книга, 10 фактов, 3 задачи». Проект «Читай быстро», буква.инфо. Мы проверяем скорость чтения, выдаем сертификаты, советы по тому, как сделать вашу скорость чуть более быстрой и осознанной. Для этого нужно перейти на страницу буква.инфо.рапид, пройти тест, ответить на вопросы и узнать, с какой скоростью вы читаете. Мы делаем блокноты, букноты еще их называем, для осознанного чтения и рабочие тетради, которые самостоятельно позволяют вам увеличить скорость чтения. И ссылка на них тоже будет в описании к этому видео. Ставьте колокольчик, ставьте лайк колокольчику, подписывайтесь на комментарии к колокольчику. В общем, все то, что вы обычно делаете на ютюбе. В инстаграме нас можно найти на аккаунте буква.инфо. Очень надеюсь, что какая-нибудь из этих топ-16 книг о воспитании детей вами уже прочитана, а остальные впереди, и они помогут воспитать гармоничную, красивую, а самое главное, счастливую личность. Спасибо, что были с нами. Читайте книги, слушайтесь маму. Хорошего дня. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok